Сегодня в списке трансмиссивных заболеваний около 200 названий. Многие из этих болезней характеризуются серьезным поражением жизненно важных органов и систем организма, тяжелым клиническим течением, а в критических случаях и летальным исходом. Несмотря на то, что трансмиссивные заболевания в Беларуси не распространены, с единичными случаями врачам региона уже приходилось сталкиваться. Всего в мире существует порядка 200 трансмиссивных болезней. И все они могут быть актуальны для Республики Беларусь, если мы не будем соблюдать элементарные правила их профилактики. Всем знакомые укусы клещей также входят в список трансмиссивных заболеваний. Для Республики в целом и для Брестской области в частности сегодня актуальны клещевые инфекции. За последние 13 лет от укусов этих членистоногих пострадали более 50 тысяч жителей региона, причем треть из них – дети и подростки. Ежегодно мы регистрируем порядка 30 случаев клещевого энцефалита и в 4 раза больше случаев лаймборелиоза. Поэтому очень важно, чтобы жители нашей области соблюдали правила поведения на природе. Но кроме клещевого энцефалита, в последние годы врачи констатируют появление на территории региона и вирусов, привезенных из самых разных путешествий. В этом списке и такой диагноз, как «желтая лихорадка». Конечно, запланировав путешествие в Венесуэлу или Боливию, откладывать его не стоит, но в этом случае важно помнить о профилактике, одной из составляющих которой является вакцинация. Обязательно при выезде в любые страны мы должны соблюдать правила личной и общественной профилактики. Обернувшись из стран, эндемичных по тем или другим трансмиссивным болезням, мы в обязательном порядке должны при появлении каких-то симптомов болезней не забывать говорить врачу о том, что посещали те или другие территории. Анастасия Нездрин-Плотницкая, Андрей Щерб, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.